А что касается, за я Россию или против, я против России, пока она является оккупантом на наших землях. Вы за Россию или против России? Ведь, как я понимаю, только и Россия дает деньги. Но видите, опять у вас понимание абсолютно основано на вот этой пропаганде, которую вы смотрите. Но как может Россия давать деньги, если нефть, которая качается в Чечне, она уходит в Россию. И ее продает Россия, ее продает Сечин, Роснефть, качает Роснефть и продает Роснефть. А потом с этих денег нам, ну не нам, а Кадырову присылают какие-то средства. Это называется дотациями. Но это не так, что в Магадане, допустим, золото вырыли, ну добыли где-нибудь в Тюмени. Значит, газ с нефтью добыли, а потом из этого нам прислали дотации. А в Чечне ничего не добыли. Не так это. Это в Чечне добыли, как и в Тюмени, как и в других местах добывается. Также в Чечне добывается, все уходит туда, потом оттуда нам что-то возвращается. Вот как это работает. Поэтому это мы даем дотации России, а не Россия нам дает дотации. А что касается за я Россию или против, я против России. И пока она является оккупантом на наших землях, пока она не отпускает нас, держит нас. Я отношусь к ней враждебно. Тумсок, какие доходы у Чечни, кроме нефти? Сейчас или ты имеешь в виду в будущем? У нас огромное поле для того, чтобы развивать свою экономику. А нефть – это сырье, которое можно добывать и реализовывать. Это такой, как сказать, бюджет, уже гарантированный бюджет для стартапа. Бывает, это такой бонус. На самом деле и без него мы могли бы развиваться, быть и стать даже развитым государством, не только развивающимся, даже если бы ее не было. Но это такой хороший бонус, который уже дает нам некий старт прямо в самом начале. То есть нам даже не нужно задумываться. Нам просто достаточно выкачать и продать. Помимо этого есть очень много всего. Скажем, просто создать независимую судебную систему и удобную систему налогообложения. Для того, чтобы у нас, во-первых, собственный народ был заинтересован в том, чтобы заниматься предпринимательством. А это и есть как бы движок экономики. И для привлечения инвестиций. Для того, чтобы иностранный бизнес был заинтересован приезжать к нам, открывать у нас, регистрировать у нас свой бизнес, платить у нас свои налоги, ставить у нас производство, создавать у нас рабочие места. Мы можем создать эти условия. Для того, чтобы эти условия создать, нам нужна независимая судебная система и выгодное налогообложение для иностранного капитала. Также у нас есть огромное поле для развития туризма, которое сегодня вообще заброшено. Никто этим не занимается. А это очень серьезный вклад в экономику. В общем, есть много, очень много таких моментов, в которых мы можем развиваться. Если бы мы были независимы и свободны, то мы бы это делали. В первые годы нашей свободы при Джохаре Дудаеве мы отменили таможенные пошлины. И стали центром торговли не только на Северном Кавказе, но и в таких регионах, как, допустим, Волгоградская, Астраханская, Вологодская область, Ростовская область. Оттуда приезжали люди, чтобы закупаться у нас. Сегодня мы ездим в Азербайджан, чтобы покупать, допустим, какой-то товар мы привозим из Азербайджана для того, чтобы продавать у нас, там покупать дешевле. А тогда из Азербайджана приезжали к нам, чтобы покупать у нас, так как у нас из-за отмены вот этих таможенных пошлин все стало гораздо дешевле и выгоднее было покупать у нас. Как вы знаете, у нас ездят в Хасавюрт, покупать в Хасавюрте, но раньше так не было. Хасавюрт ездил к нам, Дагестан ездил к нам, потому что у нас было дешевле. Для того, чтобы стать развивающейся страной, стать торговым центром, финансовым центром, достаточно просто грамотные какие-то действия предпринять и все. Но когда мы находимся ограничены российским законодательством и российскими аппетитами, аппетитами российских чиновников, то мы не можем, конечно, сами этого делать. У государства должны быть люди, которые собирают закат и раздают бедным, если шариат действует. Ты утверждаешь, что Ичкерия была шариатской, но там этим не занимались, а строили себе творцы. Ну, во-первых, это не условие, что должны быть такие люди, это не условие. Условием является, что закат должен выплачиваться. А вот уже там будут люди, которые будут это собирать, будет государственный орган этим заниматься или не будет, это не является условием. Такого нет. Столпом в исламе является выплата, а не взимание. Понимаешь, это разные вещи. Поэтому я с тобой, конечно, согласен, что вообще правильно, это когда налоговая служба, орган, или назови его органом по закату, как хочешь, когда есть такой орган, и когда людям есть, и не нужно задумываться, кому заплатить, а они просто туда заплатили, и они абсолютно доверяют ему, и он уже распределяет этот орган, распределяет кому надо. Это грамотно выстроенная система, и здесь с тобой спорить не буду. Но говорить, что это условие, это неправильно. Что касается в Вичкерии, был ли такой орган? В Вичкерии много чего не успели сделать, но я тебя уверяю, он бы там был, если бы нам дали бы такую возможность, то он бы там был. Но акцентировать внимание на дворцах неправильно. При вот такой вот системе, где есть орган, где абсолютно, как бы, максимально такая исламская страна, скажем, она абсолютно шариатская, вот просто комар носа не поточит, бывает такая вот идеальная страна, в этой стране будут дворцы, потому что в этой стране будут богатые люди, и они имеют право на свое богатство, они имеют право это свое богатство тратить, куда они захотят, построить себе дворец, если он им нравится. Это не является чем-то плохим. Оставь ты богатых людей. Они же могут заплатить этот закат со своего богатства, и построить себе дворец, купить себе дорогую машину, купить себе частный самолет, яхту, гонять ее по Сонжи. Но могут люди, если у них есть деньги, в чем проблема? Если они заплатили этот налог со своих денег, то их бюджет чист, он абсолютно халяльный. Пусть они не тратят его куда хотят. Ну, помимо запретного, я имею в виду, на все то, что дозволено, они могут его тратить. Так что если люди у нас строили себе дворцы, как ты говоришь, ну, может они заплатили с этого закат и построили себе дворец, в чем проблема? Субтитры создавал DimaTorzok